Всем привет! С вами снова Ксю и канал RoadMotion. Я продолжаю свою рубрику про дальнобойных мотопроходимцев. Эндуро, как мы знаем, оно в первую очередь в голове, но на этих больших аппаратах самое милое дело уехать куда-нибудь далеко. Вообще еще пару лет назад я бы сказала, что он экзот, но сейчас они набирают все большую и большую популярность. Итак, вот он Triumph Tiger 1050, трехцилиндровый англичанин. Вот за что я люблю свое дело? За то, что каждый раз я сама узнаю что-то новое. Не говоря уже о том, что сами по себе ощущения, когда ты первый раз едешь на каком-то абсолютно новом для тебя мотоцикле, бесценны. Так вот, что я знала о Triumph до вчерашнего вечера? Ну окей, о том, что на них ставят странные трехцилиндровые моторы и о том, что Triumph Tiger стал в принципе неплохо продаваться в последнее время. А вы вообще знаете, что первый мотоцикл с таким названием вышел с конвейеров аж в 1937 году? А о том, знаете, что специальные подготовленные военные Triumph Tiger 80 боролись за победу? А о том, что производить мотоцикл двойного назначения специально в пику BMW GS Triumph начал аж в 80-е годы и производился специальный Triumph Tiger Trail, если я правильно вспомнила, конкретно как прямой конкурент R80 GS. Ну и на 750-ом трейле была совершена, например, кругосветка. Богатая все-таки у этих англичан история, но давайте вернемся все-таки к нашему тигру, не очень уже новому, но все же современному. Что мы тут имеем? 2008 год, 1050 кубиков объем, 116 ньютонов крутящего, 20 литров бак, главная передача цепью. И главное, господа и дамы, вес, сухой вес этого мотоцикла всего 201 килограмм. В версии без АБС всего 198, на 3 килограмма меньше. Представьте, литровый тур эндуро весом 200 килограмм. Такое вообще бывает. Мне кажется, что мы просто сейчас сходу с места в карьер нащупали козырное место нашего тигра. Вопрос только в том, куда и когда правильно его применять. Потому что легкость это несомненный плюс для мотоциклов, которые ездят вне дорог. Я не говорю в данном случае о каких-то жидких грязях по ступицу, но на легком песочке, на неглубоком, вытащить и удержать мотоцикл весом в 200 килограмм будет гораздо легче, чем, например, весом в 260. Но все-таки хода подвесок у нас 150 спереди и 150 сзади. Колеса 17 и литые. Мотик сразу говорит, ну, не хочу я этого делать. Могу, но не очень-то. Он поедет и проедет. И даже, в принципе, не очень мощный райдер сможет его поднять или вытащить даже откуда-то. Но все-таки я бы не рекомендовала на нем это делать. Внешность получилась своеобразная. Ну, как водится, про дизайн надо или хорошо, или лучше совсем не надо. Но вот такой вот глазастик получился. Мне он, честно, напоминает несколько бандит 1200 версии S. Но этот более поджатый и более легкий даже на вид. Стекло хозяин сразу поставил туринговое, сразу видно, путешествует. Здесь есть и защита рук, но, как и любой офтермаркет, они немного противоречат друг другу. При запирании руля эта защита упирается в стекло. Хотя она, в принципе, может быть и штатной. Нельзя не сказать про мотор. Ведь это визитная карточка английских мотоинженеров. Надо же было такое выдумать. Три цилиндра в ряд. Зачем? Все просто. Первый такой мотор появился в конце 60-х как шаг вперед по сравнению со слишком вибрирующими рядными двойками. Правда, тогда же и Honda представила свою CB750 с рядной четверкой. Это тоже был прорыв, который, как мы знаем теперь, получил большую популярность. Но Triumph остался верен себе и продолжал и продолжает развивать свои трайплы и усовершенствовать их. Какие у нас есть особенности у этого мотора? Он действительно вибрирует меньше, чем двойка, но, естественно, больше, чем четверка. Он уже, чем четверка, поэтому мотоцикл получается более компактным. И еще его можно расположить довольно низко в раме, что приближает развесовку мотоцикла к практически идеальной. Звук совсем интересный. Ни на что совершенно не похожий. Сейчас я вам покажу. Ага, а так он у нас не заводится. Нужно обязательно выжать сцепление. Вот так. А еще говорят, что Triumph гораздо жестче и приемистее, чем рядные четверки. Ну что ж, когда поедем, посмотрим по поводу того, насколько он высок. А совсем он не высок. По седлу 835 миллиметров. Это ниже почти всех его одноклассников. Легкий и невысокий. Он создан как раз для тех, кто хочет ездить с комфортом по нашим дорогам, но любит доставать двумя ногами. Вот мне, например, очень удобно. Я ростом 163, помним. Мы еще не посмотрели, как у нас тут организованы органы управления. Тут все тоже просто. Классический железный руль и на ручках здоровый минимализм. Что у нас на левой ручке? Дальний, ближний, блинкер, поворотники, сигнал. Все просто. На правой еще того проще. Старт и сама, по сути, кнопка старт-стоп двигателя. Что у нас на приборке? Классическая тема современных Triumph. Тахометр аналоговый и тут цифровой спидометр. Будет высвечиваться, когда, естественно, поедем. И вот на этом экранчике очень много интересных сведений. Смотрим. Ну, помимо топлива и температуры охлаждающей жидкости, тут у нас есть часы. Еще у нас есть расход. Да, мотоцикл показывает расход. Расход последний, средний из того, что мы ехали. Вот у меня он ест. Кстати, все спрашивают. Вот у меня он за день опыта ел вот таким образом. А сколько осталось километров до заправки? Мотоцикл показывает. Сколько мы проехали с момента последней заправки или с момента того, как мы тронулись? И сколько часов мы были в дороге? 2008 год. Модельный ряд 2007 год. Достаточно неплохо. Единственный минус, который вижу я, это то, что переключение всех вот этих полезных сведений только на приборке вот этой кнопкой. Было бы класснее, если бы они вывели ее куда-то на пульт, чтобы на ходу можно было посмотреть, где там и что. Может быть, вот здесь эта подготовка под нее, хотя нет, это какая-то другая кнопка, которая мне, например, недоступна. Честно. Ну, факт есть факт. Значение мы можем посмотреть только с приборки. А на ходу вот так делать. Мне кажется, это как минимум небезопасно. Теория? Это хорошо. Но практика лучше. Поедем-ка прокатимся. Да, легкость – это огромный плюс нашего английского полосатого кота. Это просто плюсище. Сильный, как большой, а управляется, как будто шестисоточка. Из ряда в ряд перелезть с удовольствием. Обрулить что-то – запросто. Я реально получила удовольствие даже от пробок в самом центре Москвы. Мотик узенький, даже руль не такой широкий, как у одноклассников. Мы пролезаем везде. Ну, за исключением мест, где рядом стоят два джипа или две газели. Тут эндурячьи зеркала встречают некую помеху. Посадка с неким намеком на наклон вперед. Сто процентно прямая посадка, как у меня на гантеле. Реально расслабляет. А тут ты по собраннее. Настрой совсем другой. Сидеть тоже удобно. Ноги прямые, седло комфортное. Мотор оправдал мои самые смелые на него надежды. Он отлично проявляет себя на всем диапазоне оборотов. Схватывает с самого низа. Особо раскручивать его не нужно. Если нужно открыться – нет проблем. Резкого подпрыгивания ждать не стоит. Но поставленную перед ним задачу мотоцикл выполнит. Ускорится как надо. Тормоза отличные. Я обычно к ним всегда придираюсь у всех. Но на этот раз я абсолютно довольна. Нужно остановиться – наш зверь замрет немедля. На трассе он тоже хорошо держится. Несмотря на малый вес, мотик довольно устойчив. Но сегодня и денек очень тихий. Может быть, боковой ветер и будет сдвигать нашего тигра с дороги. Мне проверить это не удалось. Да, мотик классный. Но надо все-таки рассказать и о том, что мне в нем не понравилось. Начнем, например, с лапки переключения передач и тормоза. Одна и та же фишка. Они находятся очень близко к корпусу мотоцикла. И поначалу ты промахиваешься 100%, да и потом попадаешь не всегда. Ботинок трется вот об этот кусок конструкции. Ну, и, в общем, нужно это делать очень аккуратно, точно. С тормозом то же самое. Он очень близко к корпусу мотоцикла. Нога задевает за мотор, за все, что угодно. Но на тормоз она попадает не всегда. Привыкаешь, приноравливаешься. Но я все-таки считаю, что здесь что-то недодумано. Нейтралка тоже ловится неоднозначно. На второй день я уже приноровилась. Снизу ловится почти всегда, сверху через раз. Ну, вот не очень четкая коробка. Сцепление тросиковое. Ну, уважаемая, 2008 год. Почему-то до сих пор на Триумфе стоит тросиковое сцепление. Ну, видимо, они сочли, что так будет лучше. Почему не понравилось? Просто очень тугое сцепление с непривычки. На второй день легче, но есть нюанс. Ну, и ветрозащиты для большого туризма все-таки ему маловато. Стекло хоть и туринговое стоит, но все равно почему-то на скорости очень дует в корпус. Не говоря уж о том, что в ноги дует особенно сильно. Из таких вот common trouble, которые у них встречаются, я нашла, наверное, только косяки обгонной муфты на первых моторах 1050. Но здесь она тоже о себе знать не давала, и владелец никак не смог прокомментировать. Было с ней что? Не было. Пока он владеет мотоциклом, не было. Вот, в принципе, и все. Получается, Англия делает тоже надежные мотоциклы? Чем могу подытожить? Мотик классный. Что по поводу туризма? Он, конечно, возможен на всем, на чем угодно. Потому что он в голове. И на Тигре, конечно, тоже. Только добавить бы ему ветрозащиты и кофров. Но все же я думаю, что это мотик идеальный, просто идеальнейший для Москвы. Посмотрите, в меру силен, крайне легок, при этом очень адекватно реагирует на газ. Ровная тяга на всех оборотах. Ну, просто супер. Спасибо всем, кто был с нами. На сегодня у меня все. И помните, дальше интереснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!